Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами удлиненный бомбер. Осень у нас наступает и значит время подумать о куртках и пальто. В данном ролике мы разберем, как рисовать саму основу бомбера. И плюс ко всему он у нас будет с эффектом стежки. Я вам покажу, как рисовать стежку в Adobe Illustrator. Начинаем мы с того, что загрузили шаблон фигуры. Данные шаблоны можно скачать по ссылочке под данным видео, вы его найдете. И есть также другие шаблоны других фигур. Мужских, женских, женских разных и нестандартных форм и стандартных. Посмотрите, вам они могут очень пригодиться для того, чтобы рисовать эскизы. Мы немножечко откорректируем с вами шаблон. А именно я буду рисовать по средним ручкам. То есть вот так вот убрала. Что еще я сделала заранее? Перед тем, как мы начнем рисовать, я уже подгрузила пуговку молнию с пулером, который я буду использовать. Это у меня шаблон кармана. Мы с вами это использовали в эскизе номер 40, когда мы рисовали косуху. И они у меня в принципе заранее отрисованы и есть в моей библиотеке. Их можно вызывать через библиотеки. Но поскольку при смене компьютеров, смене версий не всегда это возможно, я обычно вызываю их из какого-либо файла. Вот в косухе они у меня были. Я открыла, взяла кнопочку, взяла молнию и скопировала сюда. Вот они у меня уже в правильном формате. Эскиза есть. Соответственно, вот такая подготовительная работа у меня проделана. Перед тем, как непосредственно начать сам рисунок, что я теперь делаю? Я откорректировала мой шаблон, создала новый слой, выбрала инструмент перо, цвет контура черный, отсутствие пунктирной линии, толщина 1 пункт. Все. Мы с вами основные функции настроили. Теперь мы можем начать рисунок. Так, инструментом лупа приближаю, рисовать буду бомбер у меня будет до коленочки. И поехали. Бомбер с рукавом реглан. Соответственно, я сейчас нарисую сначала воротник, а потом от воротника буду рисовать основу. Здесь немножечко по-другому, потому что регланчик накладывает некоторый отпечаток на рисунок, для того, чтобы нам это сделать. Работа с кривыми осуществляется через инструмент Direct Selection, или как его часто называют, белая стрелочка, и инструмент опорная точка. То есть я пером рисую, как мне нужна форма, потом двумя этими инструментами могу откорректировать так, как, соответственно, мне нужна форма. Не пренебрегайте ими, они очень удобные, с ними можно практически любую форму потом сделать и вывести, в зависимости от того, какие у вас потребности. Вот видите, есть округлость, нет округлости. Я могу дернуть за направляющую и поправить, поскольку, еще раз я повторяюсь, у нас это реглан. Соответственно, у реглана будет по горловине вот это деление, поэтому мне будет очень важно сделать. Так, форма реглана. И бомбер будет свободного кроя до колена. Выхожу на центральную линию, соединяю, замыкаю графический объект. Если я понимаю, что какие-то точки мне устраивают или еще что-то, я могу их поправить. Смотрите, чем здорово рисовать на шаблоне. Я сразу понимаю, где линия груди, где линия талии, как это будет располагаться, какая степень прилегания у меня и нужно ли мне ее увеличить, уменьшить и, соответственно, как-то с ней проработать. Все это здесь мы делаем. Инструментом Direct Selection мы можем выбрать одну конкретную точку и потом, например, ее вот так вот чуть-чуть отодвинуть, поменять кривизну и так далее. Теперь мы рисуем рукав. Поскольку это верхнее изделие, соответственно, степень прилегания должна быть достаточно свободная. И это тоже надо нам с вами учесть. Здесь обязательно. Точка перо плюс. Дополнительную точку я ставлю. Могу здесь сделать методом вырезания, могу подогнать в зависимости от того, как вам больше это нравится. Можно, даже если у вас нету изгиба, добавить при помощи инструмента опорная точка дополнительную направляющую и уже непосредственно работать с кривизной. Притом, с инструментом опорная точка очень удобно. Можно работать только с одним усиком, одной направляющей. Вот так. Вот смотрите. Когда вот такие острые части, это не очень красиво. Можно углы убрать таким образом. Так. Посмотрим. Получину рукава, точнее ширину. Так. Теперь задняя часть. Видите, здесь точка ушла вниз. Соответственно, я ее поправляю. И поскольку я рисовала этот объект чуть выше, он у меня встал наверх. Соответственно, я его беру, монтаж на задний план, чтобы он где был, там и остался. То есть туда ушел, как мне нужно. Вот эта часть у меня будет спинка. Ее тоже надо обозначить и тоже увести на самый задний план. То есть не оставлять дырок. Иначе будет не здорово. Потому что если ее не нарисовать, то смотрите, что будет мы когда будем делать заливку. Сейчас я покажу. То вот эта часть у меня будет без заливки. А это не здорово. Это не то, что я хочу добиться. Поэтому я рисую туда кусочек. И он будет у меня этот момент перекрывать. Так, что еще у меня здесь будет? У меня будет здесь манжет. Здесь у меня будет рип. Так. То есть в рукаве внутри еще вшитый рип, который нам будет давать плотность прилегания. Вот здесь по низу у меня будет место для расстегивания. Соответственно, оно тоже будет обозначено. На кнопочках. Так. Ну, более-менее. Давайте мы сейчас все это выберем белым цветом. Заливочку сделали. А теперь сделаем зеркальное отражение. И будем уже добивать детальки. Окно. Так, сейчас. Вот здесь вот в инструменте поворот. Вот оно зеркальное отражение. От центра мы сейчас отразим. Вот мы собрали пальто. И теперь нам нужно окно обработка контуров. Попарно будем соединять. Попарно соединим спиночку. Видите, она вылезла вперед. И в этом нет ничего страшного. Так, сейчас я выберу заднюю часть. Вот не надо пугаться, когда она вот так лезет. Типа, куда мне что пропало? Ничего никуда не пропало. Просто у вас эти детали встали наверх. Так, выбираете монтаж на задний план. Утопили, и все хорошо. Можно сделать воротник чуть пониже. Выбираю точки, чуть-чуть опускаю. И можно вот эту точку чуть-чуть сюда и сюда. Просто вот клавишами стрелочек на клавиатуре я их подвинула. Так, здесь у нас все хорошо. Все хорошо. Теперь у нас будет линия полузаноса для пуговок. Соответственно, сейчас мы ее вот так вниз и соберем. Вот с этой частью объединим. Видите, опять пропала вот эта штучка. Вон она там лежит на передний план. Ничего никуда не пропадает в иллюстраторе. Просто так. Оно просто перемещается. Так, здесь у нас будет линия от строчки. Такая вот будет линия. Просто линия. Это не объект. Это именно линия. Вот здесь у нас будет вот такая линия, которая будет обозначать длину пришивания молнии. Потому что там внутри еще будет молния. Ну, кстати, вот это надо будет рисовать отдельно. Если мы будем рисовать полноценный технический эскиз, то то, что, например, там внутри есть молния, нам нужно будет с вами еще раскрыть и показать. То есть будет как двойной эскиз в чем-то. Потому что по-другому как вы покажете. Так, теперь от строчки. У меня, кстати, тут спросили, а вообще кому вот это все нужно? Кто этим занимается? И вообще в Procreate все рисуют. И вот недавно совсем у меня состоялся очень интересный эфир с дизайнером Манго и Зара. И она, опять же, подтвердила мои слова о том, что это не я придумала. Не я такая вот вредная. Да, я говорю, что нужен там иллюстратор. Он действительно нужен, практически везде применяется, часто используется. И если вы планируете действительно работать дизайнером одежды, то иллюстратор будет один из ключевых ваших навыков. Не единственный. Он не исключает знания технологии, конструирования, материаловедения, коммуникаций, знания языков. Если вы собираетесь работать в международной компании или компании, производящей продукцию в Юго-Восточной Азии. Но тоже очень важный навык. Поэтому очень рекомендую вам его освоить, если вы собираетесь профессионально этим заниматься. Так, я сейчас занялась отстрочками. И добавляю строчки там, где они у меня должны быть. При этом рисую их на половинке, а потом их просто раззеркаливаю. Как рисовать эскизы? Эскизы нужно рисовать так, как вам удобно, чтобы они получались правильными. Что я имею в виду правильными? В первую очередь, если у вас изделие симметричное, эскиз должен быть симметричным. Так же, как вы кроите изделие, вы строите половинку, потом она у вас раскраивается в цельную, если это нужно. Так же и здесь. То есть ни в коем случае не должно быть асимметрии, чтобы плечо там западало или так далее. Это не допускается. Плюс ко всему, эскиз легко должно быть перекрасить в другой цвет. Это тоже нужно, это ценится, это важно. То есть такие вот вещи, они актуальны. Так, здесь мы сделали, здесь мы сделали. Что у нас там еще по отстрочкам? Вот здесь должно быть две отстрочки. Желательно, чтобы они все были одного размера. Я вам это уже показывала. И за счет того, что они у меня одного размера, я могу их друг на друга накладывать, смотреть, как они будут смотреться. Как я выбираю, как я буду рисовать рукава? Я их всегда выбираю с той точки зрения, чтобы у меня рукава были максимально хорошо видны. Ну, то есть, вот здесь я выбрала рукава немножечко раскрыть, а не по швам, чтобы мне лучше показать конструкцию. Потому что вот здесь еще должен быть вот так вот шов. Он реглан, но еще и трехшовный рукав. Из того, что я задумывала, вот он должен быть вот такой сложный. Поэтому такая конструкция с поднятыми рукавами мне позволяет лучше передать мою задумку. Это не аксиома, это просто пожелание. Но делать это желательно. Так, теперь вспомните, у меня вот здесь уже была готовая структура. Это кармашек с молнией. Сейчас мы его поместим на самый передний план, чтобы он был сверху. Давайте посмотрим. А молния у меня есть еще внутри. А здесь у меня все комфортно, все удобно. А сейчас мы его чуть-чуть поменьше сделаем. Масштабировать эффекты, масштабировать углы. Вот, и под небольшим наклоном сюда вот так поместим. Единственное, что здесь нужно поправить, здесь у меня серым дана отстрочка. А я ее сделаю как здесь, чтобы она у меня была в едином стиле. Вот так. И этот же замечательный карман я раззеркалю сюда. Вот так оно у меня разместится. Все получилось. А теперь кнопочки. Вот она моя кнопочка. Размер сейчас тоже мы поправим. Опять же, я брала это все с нашей косухи. Она уже отрисована, я ее очень детально показывала. То есть, как видите, уже база эскидов начинает работать. И я тоже не все отрисовываю, а беру только те элементы, которые мне пригодятся в данном конкретном случае. Так, уменьшаем. Размер определяется дизайнером кнопки. Вообще, будет ли это кнопкой, будет ли ее наличие или нет. Раз, два, ctrl-d, ctrl-d. Так, немножечко сейчас наклоним. И вуаля, взяла инструмент зеркальное отражение и туда все переместила. Ну, чтобы не рисовать два раза, но и то же. Вот так. Теперь кнопочкой такого же размера мы сейчас вот сюда с вами поставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Можно чуть-чуть поправить. Можно использовать распределение пуговилок. Тоже мы об этом говорили. Так, ну, вроде бы основные детали мы с вами сделали. Что мне теперь хочется? Мне теперь хочется взять вот этот кусок и немножечко им отступить влево. И вот этим куском тоже отступить влево. Немножко полезными вот эти точки. Сейчас мы их поправим. Чтобы вот этой красоты все не было. Видите, оно вылезло. Соответственно, нужно будет сейчас там тоже аккуратно все поправить. Это вот особенность, когда начинаете двигать какие-то части эскиза. Всегда смотрите, не съехал ли что-либо в другом месте. Потому что такое бывает. И пуговки тоже надо немножечко подвинуть, чтобы они не висели у меня там в воздухе, а все-таки находились на своем месте. Так. Так, отлично. Да, здесь собрались. Теперь рисуем. Уже очень много раз показывала. Еще раз показываю. То, что у нас будет заливка рип. Одна палочка цветная, вторая без цвета. Толщину ставим 0,25. Немножко их сдвинуть. И закидываем все это в заливки. Вот у нас получилась заливка рип. Берем наш с вами воротничок. Дублируем. И применяем к нему заливочку рипом. А опускаем. Вот такая красота. Это на задний план. Чтобы не вылезало. То же самое применяем сюда. И здесь нужно будет еще тоже создать копию. Так. Сейчас мы немножко повернем. Есть инструмент такой, называется поворот. И смотрим. Окей. Здесь делаем то же самое. Окей. Вот у нас с вами собралось пальтишко. Теперь мы ему еще с вами должны добавить стежку. Стежку сделаем квадратиками. При этом пунктиром. Давайте вот так пунктиром. На 0,5. Закидываем это все сюда. Дублируем части, которые у нас будут стеганые. Отставляем. И применяем сюда заливку. Получилась заливка. Но она у меня должна быть под углом 45 градусов. Окей. Можно вот так вот быстро и просто это собрать. и вот оно у меня получилось. Так. Что мне вот это должно быть у меня на переднем плане. Соответственно, вот эту планку сейчас мы отдельно сделаем и покажем, что планка у нас не заливается. так сейчас я ее отставлю. Вот так вот я ее обрежу. То, что планка у меня будет отдельно. Разгруппировать. и вот так мы ее вернем. Зальем цветом и нажимаю Ctrl и буковка Х или такая стрелочка. Видите, она назад у меня начинает погружаться. Вот. Здесь вот она будет нам давать. Отлично. А можно пойти еще немножко дальше. Сейчас я покажу, как. Это вот у нас с вами технический эскиз, который можно. Теперь мы будем выкрашивать цветом. Берем нашу с вами красоту. Сгруппировываем. Отставляем. Давайте сделаем, например, два цвета. Салатовый и пыльно-розовый. Такой салатово-ментоловый оттенок. Вот такой. Вот такая штучка у нас с вами получается. Что мы здесь можем сделать? Мы можем показать, что она у нас объемная. градиент у нас с вами не сработает. Почему? Потому что в заливке раньше он не входил, а теперь входит. И в кисти градиент плохо входит. А здесь, кстати, надо попробовать. Сейчас мы с вами попробуем. Зайдет он у нас или нет. Сейчас мы копию сделаем. Так. И сделаем разобрать. Вот у нас получилась вот такая штучка. Смотрите. и если черным залить, то она нам даст ощущение тени. Два. Давай сейчас примера покажу, а вы будете выбирать. Вот. Как будто бы она вот так у нас тень дает. И вариант номер два. Попробуем сделать градиентом. А градиент у нас должен быть радиальный. Соответственно, тоже сейчас мы салатовым. И желательно, конечно, его не в белый уводить, а уводить в такой. Вот. А здесь немножечко потемнее. Вот так. Давайте пробовать смотреть, что у нас с вами будет получаться. Здесь сейчас сделаем чуть-чуть посветлее. Тоже блячок дадим еще. Вот так. И дадим легкий блячок в виде светлого пятнышка. Это вот мы формируем объем-заливку. Показываю два примера, которые как с градиентом делайте, как без градиента. Белое пятнышко полупрозрачное. Посмотрите, как вам больше понравится. Притом оставляю отстрочку, чтобы она у меня была. так. Теперь пробуем. Вариант номер раз. Опа! Это у нас с вами без градиента. Вариант номер два с градиентом. И то, и то имеет место быть. Выбирать вам. теперь мы с вами формируем заливку цвета. Сейчас вот здесь у нас, видите, пропало. Так, давай на клик. вот эту сейчас вытащим вперед. Так. И чуть-чуть назад. Кнопчику нажимаю. Control и буковка Х русская. Вот так у нас получилось. Что нам теперь нужно сделать? У нас там внутри оно не залилось. смотрите. Видите? Поэтому мы сейчас немножко вот так сдвинем. И вот эти штучки все зальем. Чтобы они у нас были салатовые. Теперь обратно все это поместим. Немножечко так это проблематично. Зато вот белых кусочков не стало. Смотрите, здесь вот эти части у нас должны уйти назад. Поэтому мы их выбираем и немножечко их назад поместим. помещаем. Так что у нас там манжет с вами по краюшку рукава. Вот он должен остаться. Теперь то, что касается риба. Он может бетон в том, он может отличаться по цвету. Мы его немножечко наверх помещаем и выбираем все, что у нас здесь с вами есть в салатовый. Можно чуть-чуть для того, чтобы оно все-таки отличалось, чуть-чуть цвет поменять. Это даст конечно свою прелесть игру в эскизе. Вот так возвращаем. Вот смотрите, такое вот интересное пальтишко у нас получилось. Чтобы нам это заново все не перекрашивать, я сейчас вот этот элемент удалю и этот сюда смотрите, скопирую. И вместо заливки, которая у нас без градиента сделана, сделаю заливку с градиентом. Какой вариант вам больше по душе? Ну, наверное, только вы можете ответить. Мне почему-то даже без градиента больше нравится. Давайте мы теперь сделаем другой оттенок. Это очень просто. не хочет он у меня перекрашивать через перекрасить графический объект. Вот. Так, и теперь мы можем с вами, смотрите, подбирать оттенок. И оно у нас будет перекрашиваться в зависимости от того, что мы хотим получить. Перекрасили и давайте это тоже покрасим другим оттенком. Так. У нас, видите, очень яркие пятна получаются. Вот что с этим можно сделать? Вот здесь можно это все подергать, либо в дополнительные настройки уйти и вот уже здесь через эту настройку это все регулировать. Видите? А так он сохраняет у нас яркость. Вот как я и говорила, через градиент оно как бы немножко по-другому себя ведет. Вот такое бежевое. Вот такой бомбер удлиненный. Бомбер пальто у нас с вами получился. При этом показала вам две разные техники рисунка стежки. Как вам результат? Понравился ли? А вот смотрите я какую ошибку допустила и мне сейчас ее нужно будет исправить. Я мой эскиз забрала, у меня не остался черно-белый эскиз. Соответственно я сейчас буду восстанавливать и что делать? Соответственно перекрашивать графический объект вот здесь задавать белые заливки всему, чтобы он у меня вновь стал белым. Нажму окей и вот у меня получился опять черно-белый эскиз. Если вам понравились техники и приемы, которые я вам показала, обязательно ставьте лайк. Применяйте в своих эскизах для своей работы. Я искренне надеюсь, что у вас получается почерпнуть новые техники и приемы, знания, может быть что-то восстановить, то, что вы знали. Если вы хотите научиться с нуля и вы вообще с Adobe Illustrator никогда не работали, приходите ко мне на курс. Я этому обучаю. И самая основная ценность курса, то, что постоянно проверяем домашние работы. У нас есть общий чат, где мы друг другом общаемся, спрашиваем. Туда можно писать самые дурацкие вопросы, это только поощряется. Соответственно, это именно такое практическое обучение и это не soft skill, то, что сейчас очень модно, а это hard skill. То есть, это то, что вы реально будете уметь работать в программе, которую потом можно монетизировать, которую потом можно очень интенсивно применять в своей работе, в том числе брать и удаленные заказы или уже устроиться в компанию. В компании вы этим тоже будете заниматься на должности дизайнер одежды. Я вам буду очень благодарна, если вы меня поддержите и поставите лайк, если вам понравилось данное видео. Также не забывайте подписаться на мой канал и поставить уведомление колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Каждый вторник я вам показываю какое-то новое видео и следить за выпусками новых серий. Если вам что-то интересно, чтобы я вам показала, как нарисовать, обязательно пишите в комментариях, мы это разберем. На этом все, до скорых встреч, пока-пока.